почти два с половиной года даже больше сколько уже почти даже три года я здесь не был ну рассматриваю ну конечно было много вариантов куда уходить ну не то что много были но мне больше всего хотела сюда в родные сцены вернуться в харьков тем более в металлист на родную базу и их ну здесь чувствую себя как дома расскажи после того как покинул фк металлист где был до прихода в 1925 ну два года был динамо у меня пятилетний контракт с динамо киевом два года был динамо потом пошел в аренду в карпаты там тоже не не все сложилось и потом полтора года был в аренде в арсенале ну пришел туда еще в первой лиге повышали вышел вместе с ними пример ли вот пример ли и вот судьба опять привела меня сюда ну насколько интересен тебе металлист 1925 это молодой коллектив который ставит ну достаточно амбициозные цели ну конечно что я для себя тоже ставил высокие цели так же самое как и команда я хочу мог по максимуму помочь 1925 ну хочу вместе с ними достигать высоких результатов бороться за выход пример ливу и показывать хороший футбол мы помним тебя как игрока играешь игравшего на левом фанге обороны сейчас тебя главный тренер пробовал на правом фанге на сколько ты можете считать не универсальным защитником правым защитник а левым защитником оно одно и то же самое можно сказать просто что можно ну другая нога просто не то что универсальным защитником но если нужно ну я могу сыграть и там я бы не сказал чтобы не это максимально удобно ну там по-своему тоже интересно многих ребят знаешь из этого состава команды Да, ну, надо именно имена назвать или что? Нет, да, конечно, знаю. Так что именно прям сильно там кого-то знаю. Есть, да, пару человек, там еще с которыми пересекался, там еще даже в Харьковском УФК еще по металлисту по академии пересекались. Ну и так много знакомых лиц, которых так виделись где-то по Украине, встречались, играли вместе. Субтитры создавал DimaTorzok